Регула о защите данных физических лиц на всей территории ЕС начала действовать пять лет назад. Цель этого закона – обеспечение защиты прав и свобод человека при обработке его персональных данных, в том числе защита прав на неприкосновенность частной жизни. И ежегодно Государственная инспекция данных получает около тысячи сообщений, что регула не соблюдается. Больше всего жалоб на публикацию персональной информации в соцсетях. Люди, к сожалению, не думая, выкладывают видео своих соседей, каких-то других людей на улице и так далее. Очень часто они выкладывают, чтобы либо доказать что-то, либо как акт «мне не так сделали ремонт, вот посмотрите, какой плохой строитель». Или наоборот, вот я им сделал ремонт, а они мне не заплатили. То есть люди через социальные сети пытаются решать свои личные отношения, что, в принципе, с точки зрения персональных данных не разрешается, потому что это не дает юридического обоснования на обработку данных. На втором месте по популярности – жалобы на видеосъемку. «Видеонаблюдение как таковое не запрещено, но главное иметь обоснование для этого видеонаблюдения, главное, чтобы были знаки, которые указаны, почему ведется видеонаблюдение, какая цель, и кто является обработчиком персональных данных, к кому человек может обратиться». Часто люди жалуются на то, что у предпринимателя просят слишком много персональной информации. Например, зачем мне вводить свой персональный код, если я просто хочу купить шампунь. И тут, мне кажется, человеку стоит понимать, какую услугу я получаю. И он должен, наверное, изначально задумываться, а для этой услуги нужны эти данные или не нужны эти данные. Потому что, допустим, иногда тот же персональный код нужен. Потому что, если человек хочет себе счет, чтобы компания выписала как накладную ему, то по правилам кабинета министров нужен и его персональный код. В таком случае компания может у него просить. Если это, опять-таки, какое-то перечисление или это действительно как бы по комат, то не всегда нужен персональный код. В прошлом году госинспекция данных зафиксировала 234 случая нарушения правил обработки личных данных. Часто подобные проблемы решаются после предупреждений или выговоров. Иногда применяются и штрафные санкции. В прошлом году было принято 15 таких решений. Размер штрафа зависит от оборота компании. И в прошлом году штрафы составили от 200 евро до 1 миллиона 200 тысяч евро. В целом все знают, что данные нужно собирать в разумных пределах. Конечно, бывают такие отклонения от нормальности. Есть такие, кто по незнанию собирает слишком много информации и тогда хранит их не там, где нужно. Есть еще одна крайность, когда люди злонамеренно собирают много данных и делятся ими с теми, с кем не должны делиться. Чтобы избежать таких нарушений, госинспекция данных будет проводить семинары для предпринимателей, как правильно обрабатывать личные данные клиентов. Информация о времени и месте мероприятий появится в социальных сетях на странице госинспекции данных.